Как вы знаете, наверное, знаете, я свою трудовую деятельность начинал после университета в органах безопасности. И очень быстро начал работать в советской внешней разведке. Я помню, сидел рядом со мной в соседнем кабинете, работал человек уже такой пожилой, Сан Саныч мы его звали. Да. Но он, Сан Саныч, и работал в соседнем кабинете, но до этого 25 лет отработал на нелегальной работе за границей. В качестве разведчика-нелегала. Чтобы было понятно, разведчик-нелегал, он не прикрыт дипломатическим паспортом. И каждый день он рискует свободой, здоровьем, а может быть и жизнью. Вот человек отработал 25 лет, я его как-то спрашиваю, набрался смелости, говорю, Сан Саныч, а вам не обидно? Я почти начинающий молодой человек, а вы 25 лет в нелегалке, и сидите со мной рядышком. Вы же должны быть где-то там. Вы знаете, его ответ я запомнил тоже на всю жизнь. Вот он посмотрел на меня и говорит, Володь, вот смотри, я мог быть и не здесь, я мог по-другому. Мне предлагали и другие места работы. Мне это не нужно. Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности за то, что я сделал. Я благодарен Родине за то, что она дала мне возможность так работать и быть таким востребованным, реализоваться. Я благодарен ей и не жду благодарности от нее. Вы знаете, когда он это сказал, он сказал это такими простыми, доходчивыми словами, вот почти как я сейчас. У меня даже что-то в голове перевернулось. Как бы все с головы на ноги встало. Я почувствовал, в чем ценности бытия, жизни. Не в удовлетворении своих амбиций, а в служении. И в самореализации таким образом я всем вам хочу пожелать таких наставников.